Прогресса в России не будет, пока телевидение, радио и газеты принадлежат государству, пишет Глебус. Глебус, вот я вам приводил пример. Средства массовой информации, которые не опубликовали наши расследования. РБК сейчас, да? Молчит, ни одного слова. Они не государству принадлежат. Комсомольская правда принадлежит не государству. Даже Первый канал формально... Не, Первый канал сейчас там большая часть, по-моему, государства, какая-то часть. Но канал НТВ, он тоже не принадлежит государству, он тоже формально принадлежит каким-то людям. Именно поэтому внутри нашей программы мы включили положение о том, что олигархам тоже не нужно иметь средства массовой информации. Потому что в России это всегда превращается в манипуляцию. Бизнес настолько монополизирован. Есть там 10 самых богатых людей, и они все зависят от Путина. Ну, как тот же самый Дерипаска. Он, там, ему, его бывшей жене принадлежат какие-то средства массовой информации. А Дерипаске нужны государственной дотации. Ну, почему он платит взятки Приходько? Да потому что там один газ, принадлежащий Дерипаске, получает государственные дотации на миллиарды рублей. И без них он разорится. Понятное дело, что он в своих газетах будет всегда славить Владимира Владимировича. И эти газеты будут всегда молчать, если кто-то выпустит расследование про него. Поэтому вопрос даже не в государстве. Вопрос в государстве, в олигархах и в монополиях. Александр Абдулов, будет ли митинг за ставку Приходько? Ну, это, мне кажется, из пушки по воробьям, где проводите митинги за ставку Приходько. Нам в первую очередь нужно сейчас распространить этот ролик, чтобы миллионы людей узнали о том, что вообще есть такое Приходько. Андрей спрашивает, будут ли созданы списки простых россиян, которые помогают фальсификациями. Ну, что вы имеете в виду? Переписать всех учителей, директоров школ, начальников поликлиник, которые подделывают протоколы. Ну, список есть. Заходите на сайт Центральной избирательной комиссии, выбираете все избирательные участки, где Путин получил 90%, и явка 90%. Это все подделка. И там есть списки членов комиссии, учителя. И все они помогают фальсификациями, поэтому такой список, в общем, даже есть. Ура, новый про дрон улетел. Как вы думаете, с чем связана ситуация в Дагестане, спрашивает Дамир Алмаметов. Хотел я Дагестан подробно рассказать, но уже, наверное, времени просто не будет много, но мне не кажется, что это борьба с коррупцией. То есть, это, конечно, компанейщина, это попытка Васильева, нового губерна, нового главы республики, просто запугать, закошмарить такими активными действиями местные элиты для того, чтобы просто расчистить для себя поле и начать что-то делать. Вот, значит, случайных людей похватали и посадили. Ну, как случайных, они коррупционеры. Для вас новость, что в Дагестане коррупция? Безусловно, все высшие чиновники в Дагестане коррупционеры. Бери, сажай любого. По любым обвинениям, и те обвинения, которые предъявлены сейчас, ну, честно говоря, они не выглядят прям какими-то суперубедительными. Злоупотребление властью в связи с тем, что какой-то там участок дали не туда на сумму 80 миллионов рублей. Смехотворные суммы по сравнению с реальной коррупцией в Дагестане. Ну, это такая компанейщина. Наезжают ФСБшники, Следственный комитет, чтобы, значит, местных закошмарить, шугануть. И какие-то вот новые люди начнут что-то делать. Так оно не сработает. Ну, посадили. Там же был мэр Амиров, мэр Махачкала. И посадили его. И что, коррупция меньше стала? Во-первых, невозможно победить коррупцию в отдельно взятом субъекте федерации. Это первое. Второе. Вся коррупция, которая есть в Дагестане в фантастическом количестве, может существовать и существует исключительно в связи с Москвой. Москва выделяет эти миллиарды, в Дагестане их разворовывают и часть отстегивают обратно в Москву. Только так это работает. Поэтому хотите победить коррупцию в Дагестане, посадите сначала тех, кто в Москве, крышуют дагестанцев и отправляем им эти деньги. Но не происходит этого. Поэтому я не верю ни в какую антикоррупционную такую, значит, операцию, успешную в Дагестане. Это не похоже на операцию «Чистые руки», как она была в Италии. Потому что мы даже не понимаем ничего подробного, что там происходит. Тогда бы объяснили, в чем смысл, что хочет сделать Васильев. А так просто, ну, это просто такой наезд на всякое дагестанское начальство элиту, для того, чтобы она перепугалась Васильева. Вот и все. Так, у вас целый зоопарк набрался, рыбки, чайки и медведи. Ну, есть такое, да. Рыбки, чайки и медведи, все наши веселые друзья. Эти веселые друзья сильно недовольны тем, что происходит, и тем, что мы ведем против них расследование. Поэтому постоянно выдумывают всякие расследования против нас.